Всероссийская образовательная акция «Ночь искусств-2023» прошла во всех регионах нашей страны 4 ноября. По традиции, ее мероприятия были приурочены к Дню Народного Единства. Преподаватели детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева приняли активное участие в акции и организовали творческие встречи и мастер-классы для обучающихся школы. Мастер-класс по акварельной живописи провела преподаватель художественной школы Наталья Валерьевна Румянцева. В выставочном зале собрались выпускники разных лет и обучающиеся профикласса. В рамках мастер-класса предстояло выполнить этюд букета «Рос» в технике акварель. Все участники успешно справились с написанием этюда, получили массу впечатлений и окунулись в теплую атмосферу творчества. Они вчера откликнулись очень активно, то есть, как видите, у нас полный зал и даже выпускники нашей школы. С большим удовольствием всегда приходим в художественную школу. Здесь очень приятная атмосфера, очень красивое помещение современное. Специально попросили сегодня на мастер-класс, потому что хотели встретиться с Натальей Валерьевной, хотели еще раз окунуться в эту атмосферу. С удовольствием участвуем в творческих вечерах. Выпускница 2012 года. Пришла на мастер-класс, приехала из другого города. Очень счастлива и рада находиться в родных стенах. Художественная школа дала мне чувство вкуса, воспитание, поэтому мне всегда приятно сюда возвращаться. Вы сейчас чем занимаетесь? Связано ли это с рисованием? Не связано, но в свободное время я люблю посещать мастер-класс, рисовать, ну как-то отвлекаться. Это просто дело для души, ну хобби теперь. Что вы больше всего любите рисовать? Мультики. На самом деле в художественной школе мне дано академическое образование, понимание, как строится фигура, композиция, еще что-то. Но, конечно, мне нравится что-то сейчас такое современное, мультики какие-то, там картинки, зарисовки, там на телефон, например, наклейку нарисовала, приклеила, ну такое более отвлеченное от академических знаний. Я благодарна художественной школе за то, что у меня есть такое хобби, что это получается красиво и хорошо. Ну, ходила с друзьями в художественную школу. Восемь лет. Сейчас мы с ними все еще общаемся, вспоминаем, какие-то моменты интересные из школы. Мама поддерживает? Конечно, мама. Конечно. Да. Конечно, художественное образование всегда помогает, даже в современных условиях, составить презентацию, разработать сайт. Те основы, которые были заложены, сочетание цветов, построение композиции, в любом случае, это помощь даже в любой работе, не связанной с художественным направлением. Что пожелаете родной художественной школе? Родной художественной школе пожелать расширения. Я знаю, что художественная школа очень востребована в городе, чтобы не уменьшался набор талантливых учителей, талантливых учеников. Расширение залов, творческих каких-то мероприятий новых. Но художественная школа и так, и творческие вечера. Мы не первый год уже участвуем и присутствуем. Очень интересно всегда ярких учеников, которые будут и дальше прославлять нашу художественную школу. Обучающиеся 4 класса преподавателя Виктории Владимировны Голуновой собрались дружной и веселой компанией за столом, словно соединившись в единый хоровод. Мастер-класс назывался «Дружный хоровод». Задание было таковым. Декорировать точечной росписью, иначе ее еще называют point to point, от английского point точка, контурными акриловыми красками, деревянные заготовки снежинки, перьев и керамической тарелочки. Выполнить подарок-сувенир. Что может быть приятнее и ценнее того подарка, который сделан своими руками? Ведь в него вложена душа, добрые мысли и тепло дарящего. А получить подарок, сделанный своими руками, приятнее вдвойне, например, на Новый год. Праздник добрый и волшебный. Одним из таких чудесных подарков может стать набор новогодних подвесок, расписанных в технике точечной росписи. Это очень интересно, потому что роспись, даже если не предусматривает каких-то навыков художественных, то она для любого человека, в принципе, даже не подготовленного, подходит. Потому что здесь, в первую очередь, нужно терпение, аккуратность, усидчивость. А история этой точечной росписи уходит глубоко в века, и ученые склоняются к такому мнению, что она еще была известна австралийским аборигенам. То есть они в своих наскальных изображениях точками рассказывали о своей повседневной жизни. И сейчас на многих континентах в Индии, в Африке точечной росписью нательные изображения, хнои, выполняются. Также в Древнем Китае точечная чиканка была очень распространена в Африке, в Индонезии распространен также был батик горячий и узелковый, где изображения как раз в виде точечек хаотичных или в виде определенного задуманного узора наносились расплавленным воском. И получались очень выразительные оригинальные изображения. А уже в более позднее время, в конце XIX века, во Франции направление живописи как по антилизм, оно было для художников, для очень многих интересно. И основателем этого направления по антилизмам явился Жорж Сюра и его друг Поль Синьяк. У них очень много живописных изображений, видят точечек как раз направления по антилизмам. Также и в России это направление наши художники поддерживали. Наталья Валерьевна Смирнова провела викторину «Хочу все знать». Посвященную Дню Народного Единства и акции «Ночь искусств». По правилам игры команды детей по очереди отвечали на вопросы по темам. История России, природа России, русские крылатые выражения, русская живопись, человек – удивительное создание природы. В ходе мероприятия ребята узнали много интересных фактов из истории нашей страны, имеющей богатейшие традиции и великую культуру, а также значительно расширили знания о богатстве и разнообразии флоры и фауны нашей Родины. Учащиеся Евсеевой Марины Евгеньевны поучаствовали в мастер-классе «Традиции и современность». Девочки познакомились со старинным видом декоративно-прикладного искусства – верховой набойкой по ткани. С технологией ее изготовления и выполнили салфетку в современном дизайнерском варианте. Это печать по ткани. Вот такими вот штампиками, которые наносятся, резьба наносится на форму, и на эту форму наносится красочка и отпечатывается потом на ткани. И получаются разнообразные вот такие вот салфетки. Мастер-класс «Наша сила в истоках» прошел под руководством Екатерины Владимировны Хомутовой. Участники выполнили свистульку «Кукушечка» по мотивам Петровского гончарного промысла. Екатерина Владимировна познакомила участников мастер-класса с формообразованием Петровской глиняной игрушки с особенностями промысла нашего родного края. В умелых руках комочек глины ожил и запел, превратившись в звонкую свистульку. Сегодня мы знакомимся, продолжаем знакомство с Петровским гончарным промыслом. И сегодня мы лепим вот такую красивую игрушечку-свистульку-кукушку, образ кукушки. С удовольствием все занимаются? Да, с удовольствием. Как часто проводятся такие мастер-классы? По возможности мы стараемся приглашать ребят в каникулярное время, в зимние каникулы, в осенние, весной. Преподаватель Юлия Львовна Сазанова провела мастер-класс «Красота русского севера», целью которого явилась роспись броши по мотивам пермогорской росписи с изображением райской птицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова